Добрый вечер всем, кто проводит время с нами на телеканале Москва 24 в эфире программа Правда 24. И сегодня у нас с Евгением Додолевым в гостях потрясающая женщина, народная артистка России, директор и художественный руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина. Спасибо вам огромное, что вы пришли сегодня к нам. Спасибо за приглашение. Добрый вечер. Добрый вечер. Я бы все-таки назвал девушкой Надю, а не женщиной. Конечно, потому что Надежда – это девочка. Я же помню ваше одно интервью, где вы рассказывали, что первый муж вас называл «девочка моя» даже уже и после брака, и после всего. Да, да. Ну, такая тенденция была, некие ласковые взаимоотношения, и вот «девочка моя» – это вот как-то все-таки трогательно. Но сегодня песня у нас совсем не о том. Не о том, я догадываюсь. Да, сегодня у нас песня о том, что, Надежда Георгиевна, у вас состоялась премьера «Двенадцати стульев». Да. Наверное, самый сложный проект, который возможно поставить на сцене. Расскажите немножко об этом. Ну, вы знаете, степень самой сложной или не самой сложной. Каждый спектакль, который происходит, творится в нашем театре, он сложный с самого начала. Начнем с того, что мы придумали в народном жанре, ведь я же руковожу коллективом «Русская песня» уже почти 45 лет. Да, не может быть. Да. То есть вы начали руководить еще… А вы мне говорите «девочка». Мне, конечно, приятно слышать, что уж там говорить. То есть 5 лет буквально начали руководить. Но, тем не менее, вот и поэтому, когда вот это вот архитектурное сооружение «Театр» построился, стал вопрос кадров. Где найти достойных кадров, чтобы можно было управлять всем этим достаточно большим, объемным зданием? Это первое. А второе, какова будет начинка в этом здании? С кадрами мы разобрались, слава богу. А вторая, самая главная задача. И я подумала, что концертами, которых у нас предостаточно, или лекциями о народных традициях, о фольклоре, о самобытности нашего жанра, этот зал не наполнишь. Время другое. О народном жанре мало кому известно. Это сегодня не очень-то и формат, если так по-честному. У народа это формат. А вот у телевидения, у прессы, у руководителей, в министерствах не очень формат. Понимаете? Я хотел уточнить, это сейчас так или всегда так было? Нет, это сейчас так. В современной нашей России. Потому что доступно стало такое достаточно большое пространство информационного поля, да? И тебе за границей вся сюда, мы соскучились как будто бы, и вот пошло что-то по-другому. И зачем нам нужна эта народность? Кто мы такие? А мне кажется, это неправильно. Потому что в основе лежат все равно наши предки, наши родители, которые создавали для нас то место, где мы сегодня рождаемся, живем и продолжаем. И наша задача это не обсуждать про традиции, а делать лучше, пополнять, чтобы это не иссякало. Неградский говорил, что рэп это как раз частушка, что в принципе вот этот вот рэп, это и есть русская народная форма. А рэп сейчас в моде. Актуален. Вы как раз сели очень давно на тему, которая очень сейчас стала модной. Надо рэп читать. Согласна, но это рэп. Понимаете, в чем дело? Тут тоже есть своеобразное ограничение. О чем вижу, о том пою. А в частушках обязательно вкладывалась сатира, юмор. Вот о чем шла речь. И это было целенаправленно. И народ там ха-ха, хи-хи, видел в каждом этом юморе себя. И это было чудесно. Были такие контакты. Даже такой рэп. Увижу стул, про него и пою. И что это такое? Не обязательно. Там есть какая-то протестная составляющая. Но есть, конечно. И есть категория людей, которые умеют это говорить хорошо, как скороговорка и все такое прочее. Это чудесно. Надежда Вапкина не умеет скороговорку? Умею, конечно. Ну вот. Нет, дело в том, что я говорю, сейчас мы на этом не заостряем особо внимания. И я продолжаю говорить, что происходит. И однажды с Антоном Собяниным мы сели в буфет у нас. Поскольку у меня в театре все, так сказать, подразделения имеют свою деятельность. Все до одного. У нас своя кухня, своя столовая, люди, своя печка. Люди пекут, делают гриль, пироги, торты, хлеба. В общем, мясо, все, что хотите. И поэтому кушают у нас пищу, вот я лично, из общего котла, чтобы все понимали, что здесь ничего случайного нет. Все свое и наше. Но мы так привыкли. И за столом можно пообщаться, поговорить и что-то придумать. И однажды мы сидим с ним, кушаем и говорим, слушай, а чем же мы будем наполнять театр? Ну, одних концертов, их много у нас, все равно некое однообразие. Что-то надо придумать. Женя, рэпом не возьмешь. Это тоже на один раз, на два. Нужна какая-то система. Я вообще за то, что в каждом деле должна быть система. А в системе определенные программы. И только таким образом ты можешь начинать что-то и видеть результат. Какой-то к чему-то прийти, к чему ты хочешь. А так, когда вот это захотело, то захотело, все разбросало. Ну, что это такое? Бордель полный, понимаешь, мягко выражаясь. Тоже неплохо. Иногда. Иногда. Я тоже люблю иногда хаос. Когда все валяется, вот это абаркадабра, сядешь и думаешь, боже, какая эклектика. А что-то в этом есть. А чем сейчас взять? Так вот. И Антон говорит, посмотри, а вон в углу сидит Нина Чусова. Пьет чай. Какая-то у нее была программа, она с кем-то репетировала на нашей сцене. Он говорит, пойдем, подойдем. И я подхожу и говорю, Нин, есть предложение. Немногие отваживаются работать с народным жанром. На слабо, сразу на слабо взяли. Да. И я говорю, Нин, давай что-нибудь сотворим. А ну психони. Примерно из этой серии. А она говорит, а что, а давай попробуем. Вот просто вот почти что правильно, Жень, как на слабо. И сидим. И она говорит, ну что будем делать? Ну давай подумаем. Прямо вот сейчас сидя. И она говорит, а давайте сделаем Гоголя ночью перед Рождеством. Да давайте. И я загорелась. Я сразу представила эту картину живописную. Я сразу представила, что там может быть народная песня. И на украинском языке чудесные. Они распевные. Я сразу представила, как и на русском, как эта вся вот история пойдет. Как снег, какие чудеса, какое-то колдовство сумасшедшее. Ну в общем завелись мы с ней. И все, она говорит, все, я прихожу, приношу сценарий, план работы, давайте подбирать репертуар. И это было наше начало. И люди пошли. И у нас, к счастью, театр работает прекрасно. Люди ходят на все наши премьеры, на все спектакли не по одному разу. У нас появилась уже своя аудитория, которых, например, я знаю в лицо. Я их часто вижу. Я выхожу в буфет, и когда люди приходят, я с ними здорово смотрю, кто пришел, какая публика пришла. И вижу. И многие подходят ко мне уже много раз. Я говорю, вам еще не надоело к нам ходить? Они говорят, нет. Мы сюда приходим за радостью. Нам здесь хорошо. И пошел спектакль первый, потом второй, третий и так далее. И вот, наконец, мы добрались до 12 стульев. А чья идея была в 12 стульев именно? Ну, выбор. Кто-то же первый должен был произнести. Я понимаю, что решение коллегиальное было. Знаете, я вам скажу так, что первый, вот как у нас было, Калину Красную мы решили поставить спектакль и сидим вот так с Антоном, смотрим друг на друга. Он говорит, знаешь что, Калина Красная может быть только при одном условии, если в главной роли будет играть Маша Шукшина. Я говорю, правильно, я беру телефон, говорю, алло, Маш, знаешь что, это Надя Баткина, я хочу с тобой увидеться, знаешь, у нас есть тебе предложение сыграть главную роль в Калине Красной. Она ха-ха-ха, ха-ха-ха, подумала, что я смеюсь. Ну, Жень, ну, конечно, да. Потом она пришла к нам, и она поняла, что это серьезно. И мы это осуществили. Поэтому в данной ситуации мы сидим с Антоном так же, он провокатор. Он говорит, надо что-то сделать такое, вот надо что-то сделать такое. И смотрим друг на друга, и понимаем, что мы сейчас произнесем одинаково. Потому что сидим, вот так, знаешь, руками трем стул, и ощущение, что мы должны вслух это сказать. И он говорит, ну что, стулья, я говорю, да, 12 стульев, понимаешь? Он говорит, делаем, я говорю, делаем, делаем, не задумываясь. Потому что если мы начнем сейчас размышлять, что, ой, это опасно, ой, это вызов, ой, это критика, ой, это не понравится или понравится, я говорю, мы никогда не приплывем к результату. Давай начнем. Я чую, что это надо сделать. Нина, алло, Чусова, беремся. Ну, вы даете, Нина. Я говорю, а что? И Нина включается. А дело происходит, как у Эльфа, в 20-е годы? Конечно, конечно. Сейчас же модно все переносить. Но там идет такой подтекст, что вся та история, которая была написана в те годы, она очень актуальна сегодня. Только сегодня ослабленности больше, жестокости больше. Мы же не знаем, как было в 20-е годы. Мы не знаем, но то, что нам преподносят классики, писатели, то, что нам преподносят материал, что значит не знаем? Ну, давайте вообще тогда, а мы же не знаем, мы не знаем, а мы же хотим узнать. Мы предполагаем, мы видели кино, видели, читали, читали. Ну, значит, мы что-то знаем, мы можем рассуждать на эту тему? Можем. И мы решили это сделать. Значит, первое условие любого спектакля в театре русской песни – это мое настояние. Поскольку называется русская песня, обязательно национальная традиция, обязательно национальный колорит. Нет. Народная песня в этой ситуации, она может быть преломлена, она может звучать совершенно модно, Женя. Я бы в этом не сомневаюсь. Именно как рэп. Она может звучать… Это не мюзикл, получается. Нет. Мюзикл – это когда композитор… А что же это будет? А вот как это… Я открыла в народном жанре новое направление, получается. И мюзикл – это когда композитор задает полностью от начала до конца, делает, в общем, такую околадочку, свою музыку. И, конечно, там сцены, какие-то сольные куски для исполнителей, для ролей и прочее, прочее. У нас подбор нашего репертуара из коллектива «Русская песня». Поверьте мне, за 45 лет репертуара у нас накопилось, ну, понимаете, огромное количество. Ну, много очень. То есть там будут народные песни? Не только. И, конечно, песни, время, в котором мы жили, советских композиторов. Нет опасения, что будут сравнивать? Нет. С другими, с фильмом? Ну, и пусть сравнивают. Мы же должны понимать, что мы живем в 21 веке, и технологии другие, возможности другие, декорации могут быть другими. И не просто тряпочка, а еще и архитектурное сооружение. Хотя, по сути, можно от этого избавляться и только в черном кабинете работать. Какая задумка режиссера? Понимаешь, то есть вот для меня в этой ситуации это правильное было решение, что взгромозить такие. У нас на кругу, на сцене огромный круг. На кругу на этом стоит вот эта вся архитектура. Жизнь нашего уклада и как создавалась наша государственная 20-е годы. Понимаешь, 20-е, 30-е уже пошло, пошло, пошло уже сюда. И вот это все крутится и каждый раз останавливается на том месте, где происходит некое событие. И поэтому насчет сравнения. Да и пусть сравнивают. А я не боюсь. Пусть сравнивают. Во-первых, ни в одном театре в нашей стране нет самого главного, что есть у нас. Мы единственный театр, который основан на национальных традициях. И у нас нет никакой другой литературы, никаких других произведений, написанных западными писателями, публицистами. Они шикарны, бесспорно, мы все читаем, знаем. Но у меня задача другая. В театре русская песня другая. Никто еще не пожаловался. Все довольны. Надежда Георгиевна, а в отличие от своих коллег, ваша роль без замены? В каком смысле? Вот вы играете в своем спектакле. Кто-то вас может заменить? Ну, может, наверняка. Но не предусмотрен никто. Пока не предусмотрено. Ну, а остальных у всех есть кто-то? Нет, у коллектива русская песня, ни у кого. А, ни у кого? Ни у кого. Есть только у главных артистов, которых мы... Еще какой нюанс у нас. Вот, понимаешь, мы синтезировали народный песенный жанр, свой наш репертуар и нашу манеру исполнения, которая сама по себе разнообразна. Потому что у нас диапазон коллектива русской песни, безумный диапазон. Ни в одном коллективе и в государственном нет такого диапазона. У нас поют сопрано, практически оперная сопрано поют эти ноты. Ни у кого нету? Ни у кого нету. Вот сейчас обиделись-то многие ребята. Нет, а я не виновата. Я даю Жене мастер-классы, когда я приезжаю. Никого я не обижаю. Я даю мастер-классы. Городского Александра Борисовича обиделись сейчас. Нет, ну, пожалуйста, пусть обижаются. Это их проблема, не моя же. Дело в том, что когда я приезжаю в любой регион, я показываю мастер-классы с удовольствием. Показываю коллектив, мой коллектив, который стоит, и я на них демонстрирую. Они же тоже не знают, что я сделаю на мастер-классе, когда полон зал народа, и хотят увидеть. Они на это смотрят, как на шоу, к сожалению. А я им рассказываю секреты, как можно чего добиться, потому что есть опыт. Так воспользуйтесь, мне не жалко. Однажды мне подходит дама из Министерства культуры и говорит, ты зачем делишься? Ты зачем рассказываешь все тонкости? Я говорю, а мне жалко, что ли? Ну, мне совсем не жалко. Вопрос, услышат ли? Вот и все. Если это история, то это наше. Понимаете, то сегодня модно перекраивать историю, отрицать все, чего добились наши родители, деды, прадеды. Вместо того, чтобы самому лучше сделать, мне надо осквернить все то, что уже создали. Понимаете, это... Ну, куда за вас прямо в политику? Вы же мне сказали, что вы уже не политик. Я уже не политик. Да, что вы вас прямо в политику повело. Но нет... Заметьте, мы сами открыли эту дверь. Заметьте, это не ты сказал, Женечка, извини. Я сама открыла дверь. Нет, дорогой. Я скажу, что рассуждения могут быть, так сказать, приближенными к рассуждению политиков. Они же тоже разные, эти рассуждения. Ну да, это точно. И политики разные. Поэтому в этой ситуации я ни к какому, так сказать, лагерю не прибиваюсь. Я четко знаю, чего мне надо. В каком лагере Бабкино все знают. Ну и хорошо. Здесь вот здесь не надо. Я в лагере России. Вот я скажу так. И в лагере Москвы. Потому что меня устраивает этот роскошный город. Масштаб этого города. Город преобразился на глазах. Я помню хорошо в депутатское свое время, когда ходишь по городу, там что-то копают, роют. Народ недоволен. Ругается. Значок депутата на тебе висит. Что это такое и так далее. Скажите там Собянину. Скажите там вот этим всем руководителям. Это жить невозможно. Я говорю, послушайте, ну вот это все закончится. И вы пойдете по красивым улицам. Спотыкаться не будете. Вы будете идти любоваться. Там деревья, здесь лавочки. Пошли в парк, погуляли. Там озеро, пруд какой-то. Вы будете гулять с детьми. Вы вспомните добрым словом человека, которого вы сейчас гнобите стоите. Ну люди, наберитесь терпения. Женя, вечная тема. Ребята, это бесконечно. Вот именно, что это вечная тема. Нам на это время говорили, будет коммунизм. Надо подождать немножко, потерпеть сейчас. Давайте будем строить коммунизм. Пятилетку в три года, а потом будет коммунизм. Я с вами согласен, что надо приходить на 12 стульев и смотреть, как мы светлое будущее строим, коммунистическое будущее. Вы всегда такая позитивная? В каком смысле? Я позитивная всегда, но я бываю строгой довольно-таки. Когда мне нужно, в общем, я не люблю расхлябанности. Правильная организация труда ведет к успеху. И я, когда я вижу, что время бездарно тратится, меня начинает выворачивать. А с кем вы не бываете строгой? Со внуками? Нет, там тоже строгая. Потому что они знают, приехала Надя. Да, интернет закрыт. Нет, наоборот. Они ко мне приходят, я им позволяю смотреть мультики. В том-то все и дело. Потому что дома их ограничивают и дают мультик посмотреть, когда он, там, уроки или еще что-то. Как только Надя приехала, для них счастье. Ну и, конечно же, все, конечно, мои дорогие. Надя, а можно мультик посмотреть? Они меня Надя зовут. Я говорю, конечно. Я говорю, ну давайте, если вот у меня, допустим, я приехал не на один день, не на ночь, а побыть подольше, хотя бы пару дней или там тройку. Я говорю, давайте почитаем сказку, выберем. И сейчас с подручными какими-то вещизмами сделаем действие. Они так с удовольствием играют. Я говорю, берем вот эти ведра, ты наматываешься, ты будешь вот этим главным пастухом, а ты будешь курочка, самая маленькая, цыпленочек. Поняла? Поняла. То есть театрусские песни и там устроены. И дома. Нет, ну это для детей. А я скажу, что это передается. Вот внук Георгий, он уже требует, чтобы построили ему типа сцены. У нас там есть некая веранда, так повесили занавес на веранде. Вот такой вот. И вот он говорит, уже практически сцена готова. Я, говорит, сейчас озвучу ее. Ну, повесит колоночки. Я говорю, хорошо, а нутро, что ты ставить будешь? Прежде чем ставить, я говорю, целая морока. Сценарий надо писать, артистов подобрать, договориться с ними по времени. Ведь все артисты, которые работают у нас в театре русской песни. То есть загрузило полностью парня. Полностью, парня загрузил. Но отбить от этой идеи не удается. Он привязан. Совсем недавно играл с Димой Маликовым на рояле в четыре руки. Каким образом они с Димой Маликовой катались в одном? Он учится в Примаковской школе. И там есть классы для школы устраивать музыкальные... А что за школа Примаковская? Школа имени Примакова. Есть такая школа удивительная. Кто там еще, кроме Маликовых и Бабкиных? Нет, ну там и Галустян, туда приезжают открывать школу Лавров, Воробьев. Серьезные ребята. Серьезные ребята. Понимаете? Серьезные ребята. Это школа под контролем. А язык преподают аборигены, которые приезжают из Лондона. Дети-то вообще быстро все это впитывают. И как-то находят быстро контакты. А выучат язык и в Лондон? Нет. Он бывал... Он ездил вот в этом году, Георгий, в Австрию, в английский лагерь с детьми. И это было чудесно. Он приехал такой счастливый. Они не назойливо и не назидательно занимались языком. А вот, допустим, поехали на какую-то ферму. Там барашки, овечки, там еще что-то. Им все рассказывают, они общаются и так далее. Вот, то есть, он такой довольный приехал. И показывает видео, сам договорился, когда мама за ним приехала, чтобы забрать. Он договорился с руководителями этого лагеря, да, чтобы маму пропустили на территорию. А потом договорился, чтобы мама разрешили, чтобы она еще засняла этот прощальный вечер. И она мне показывает, Таня, и я смотрю, это трогательно. Они все плачут, обнимаются детки. Чудесные, ну, парню 9 лет. Понимаете, они еще малыши. Хомячки. Ну, приятно же. Как-то это все коммуницируется. Но время такое, Женя. А что вы, разве против? Пусть дети учат язык, пусть ездят, знакомятся, но не забывают, чьей земле они уроженцы. Потому что, где родился, там, скорее всего, и сгодился, за редким исключением. Но и те, которые отрываются от корней, очень сильно скучают. Когда приезжаешь из России, они тебя лепят всю. Свежак приехал, понимаешь? Вот это тоже важно. А у мелких что с вокальными данными? А я не заморачиваюсь. То есть я не очень хочу, чтобы они шли по этой стезе. Нет, ну, они либо есть эти данные, либо их нет. Ну, есть. Верочка у нас, например, балерина. Она у нас еще и левша к тому же. Понимаешь? То есть способная девочка. Балерина. Марфуша, Марфа, она маленькая совсем. Какие склонности у нее будут, не знаю. Но она такая. Надя, у меня сегодня день рождения. Я говорю, я знаю, Марфа. В курсе. Она стоит, нет, нет, я знаю, Марфа. Она стоит на меня, смотрит. Ну и чего? Я говорю, чего? Она говорит, поздравляй, давай. То есть, понимаете, такой посыл идет. Я понимаю, что это другой совершенно человек. Георгий увлекающийся натура. И его музыка, театральные варианты интересуют. Но он интересуется и так же космосом. Ему интересно смотреть в этот, как его называют? Телескоп. Телескоп. Смотреть на звезды, рассуждать. А вот это вот такая планета, галактика. А это такая. А как там? А что? То есть его это интересует. Он такой гуманитарий, конечно же. Но тем не менее, вот знаешь, как-то вот он такой вот. Они все трое разных. Поэтому как я могу сказать, куда их выведет прямая? Вот про звезды, когда слово по ассоциации подумал. Они понимают, кто такая Бабкина. Да, да. Кто такая Надя Бабкина, что она звезда. Им никто не говорит про это. Это не имеет значения. Они могут в интернет, они кроме мультиков заходят. Нет, нет, они общаются и с людьми. Мало того, они ходят к нам в театр. У нас же еще помимо взрослых спектаклей, у нас огромное количество детских репертуарных спектаклей. И у нас в субботу, воскресенье или в детские каникулы программно идут детские спектакли. И залы битком. А уж не говоря про новогодние представления. У нас три елки в день, а четвертый спектакль для взрослых. Надо же, чтобы все пришли. И все битком. Слава тебе, Господи. Понимаете? Поэтому они, конечно, понимают. Значит, Марфуша смущается, но наблюдает. Верочка улыбается. Быстренько примыкает. Георгий тот вообще прям моя Надя и все. Мало того, что мы с ним родились практически за несколько часов друг от друга. То есть все рядом. Но мы никто не акцентируем и прочее. Я наоборот говорю, что не будешь трудиться, не получишь результата. В общем, я с нетерпением буду ждать, когда у нас какой-то, мы увидим какой-то семейный коллектив в Бабкинах. Нет. Хотелось бы. Хотелось бы. Не надо зарекаться. Я не зарекаюсь. Никогда не говори никогда. Я говорю, в ближайшее время вряд ли, по причине, что, смотри, вот когда у меня, как случилось, я родила сына своего, да, 15 января. А через осенью, 25 октября, я родила коллектив «Русская песня». То есть у меня получилось сразу много. И там нужна была забота. И как мать я должна была рассматривать, кормить, одеть, обуть. Так и сына. То есть параллельно у меня практически получилось... То есть Бабкина сидела на двух стульях и сделала 12. 12 стульев. И сделала гениально же. Гениально. 12 стульев. И мы и посмотрим. Ну, я скажу так, не я 12 сделала, а пока вот, наверное, вся наша компания, вся наша труппа, потому что это и коллектив «Русская песня», это и балет «У нас живая планета, русские сезоны», и артисты театрального кино у нас играет Шагин Антон Бендера играет, Серёжа Астахов играет Бендера. Кису играет Коля Добрынин, играет Валера Ярёменко, играет Спиваковский, понимаете, Нона Гришаева играет. Хо-хо, ха-ха, шалишь, парниша. В общем, как говорится, лучше один раз увидеть. Увидеть, да. Поэтому мы придём и посмотрим. Брошенную эту аристократку в карты гадает, и всё такое, то есть бывшую и близкую, знакомую Кисы, да, вот это вся. И, конечно, вся наша команда. И есть у артиста все свои сцены тогда. Я играю Грицацуеву. Мы это знаем уже. Да, да. Мы придём и посмотрим. Посмотрим. И вы приходите. Я приглашаю всех. Добро пожаловать, получите удовольствие. Много музыкального материала, много есть над чем подумать. Спасибо, Эднадия. Спасибо. Спасибо. Спасибо.